добрый день вы на канале модной практики напоминаем что у нас видео выходит каждый день сегодня у нас юбка четверть солнца вы скажете ну кто не умеет кроить юбку четверть солнца арина михайловна нас насмешила нет не насмешила сегодня мы будем делать не просто юбку четверть солнца а очень интересную и модную юбочку а самая главная прелесть в том что мы научимся все технологические моменты учитывать заранее поэтому работать нам будет одно удовольствие перед нами эскиз у нас будет вот такая юбка четверть солнца асимметричная и на боку будет застегиваться на пуговицы вот на такие красивые белые пуговицы она будет застегиваться у нас на боку сбоку но при ситуации в том что мы можем эти пуговицы застегивать как в бок так вперед так назад как нам захочется так делаем но учитывая вот эту асимметрию конечно мы не можем застегивать назад кто хочет все-таки застегивать на зад должен сделать вот так вот ровную юбочку из этого хвостика потому что он может быть сбоку может быть сзади но это симметрив длине не cả не может быть впереди кто хочет сзади на пуговицах вы должны делать вот так вот абсолютно ровно а мы сделаем или сбоку будем застегивать или немножко вот сюда на бедро потому что пуговицы у нас не до тут у нас еще будет такая небольшая шлица разрез тоже некоторая интрига мы недавно с вами уже увлеклись этой темой создавать что-то с интригой смотрите на эскиз четверть солнца вот такие будут у меня прекрасные белые французские пуговицы из прекрасного перламутра заглядывайте в наш бутик французская пуговица есть на лето белая как давайте так как я подготовила ткань с одного угла любого угла я продублировала клеевым материалом 4 сантиметра в обе стороны до конца здесь 4 сантиметра у меня проклеено клеевым материалом и здесь четыре сантиметра и заутюжено то есть у меня ткань не просто вот так вот заутюжила с одного угла но это не обязательно будет полоска Это будет любая ткань. Не просто вот так вот заутюжена с обоих сторон, а продублирована клеевым материалом. То есть здесь вот если у нас поперек ткань немножечко хочет вот так тянуться, то клеевой будет ей не давать. И теперь, когда у нас вот так вот все продублировано и заутюжено, здесь 4 сантиметра, здесь 4 сантиметра, это край борта вот этой юбочки, этот вот заворот, куда будут пришиваться петли, пуговицы, чтобы нам потом не считать все это, и чтобы нам потом не возиться, мы все сделали заранее. А теперь складываем и выкладываем по косой. Когда вы увидите юбку, вы очень захотите такую юбку. И по скорости исполнения. Здесь у нас будут пуговицы, мы еще будем учитывать запах. Запах у нас будет 4 сантиметра, поэтому с каждой стороны на запах мы будем оставлять по 2 сантиметра. Сейчас я очень вам все буду рассказывать, на что обращать внимание, потому что одно дело вырезать просто четверть солнца, сшить один шов, сшить замочек и так далее. Но мы-то будем делать на пуговицах. И у нас еще есть моменты, на которых мы будем обращать внимание. Поняли, какая прелесть то, что мы заранее вот это сделали. Теперь, откуда мы будем считать нашу юбку? Наша юбка начинается не вот здесь, где край, то есть боковой наш шов. А вот 2 сантиметра не доходя, вот так вот. 2 сантиметра это одна полосочка. Наша юбка не вот здесь начинается, а вот здесь наш расчет. Вот как бы вот это был бы боковой шов. Но у нас 2 сантиметра с этой стороны и 2 сантиметра с этой стороны уходит на запах, на застежку. Поэтому наша линия сейчас не доходит до края. а я сейчас прямо знаете что сделаю булавочек понавтыкаю чтобы вы понимали и теперь вам расскажу как строить как находить радиус математически как вот не получается у кого не полоска не будет полоски будет что-то другое это не важно важно что мы 4 за утюжили едва оставляем на запах а вот с этого момента вот с этого момента начинается уже наш расчет как вычислить радиус на четверть солнце юбку нужно же радиус вычислить у меня окружной стали 92 сантиметра значит я должна себе представить круг ну вот так вот примерно круг как мне высчитывать радиус и у меня вот 1 4 часть круга вот 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 это 92 сантиметра значит у меня здесь 92 здесь 92 здесь 92 и здесь 92 от какого круга нам надо высчитывать радиус 92 умножаем на 4 368 всего диаметр 368 сантиметров теперь 368 сантиметров нужно разделить на 2 пи то есть три целых четырнадцать сотых умножить на 2 и того 368 разделить на 6 целых двадцать восемь получается пятьдесят восемь целых пять десятых а теперь берем ленту мы все проверим да вот отсюда вот смотрим вот эту точку где у нас гиб что у нас пятьдесят восемь целых пять десятых пятьдесят восемь целых пять десятых пятьдесят восемь целых пять десятых это вот неправильно и у меня и мы сейчас замерим что у нас получилось вот от этой точки если наш математический расчет был правильно вот это этой точки должно быть 1 2 край моей кружности талии то есть 46 сантиметров 43 нашла ошибку мне надо было не от края считать а вот от этой точки вот это у меня на самом деле угол вот он вот он потому что эти два сантиметра не считаются мой радиус должен начинаться был с этой точки поэтому я сейчас на один сантиметр отступил расчет правильный ошибок нету считайте таким методом как я вам показала и вы никогда не будете ошибаться ну правильно вот так немножечко я ушла вниз я это сразу обрезаю красивый круг у нас получается вот так вот у нас получается теперь у меня длина юбки так который получается длина юбки не так отку я хочу но я заранее конечно проверяла что у меня 75 и выше у меня здесь 79 сантиметров здесь у меня по этой стороне 79 сантиметров а по той стороне я на щитное отмечу 89 сантиметров 90 на 11 сантиметров у меня эта сторона длиннее 90 теперь мне нужно отсюда уйти вот туда красивой линии так я примерно прикинула сейчас посмотрю на свою вот эту линию думаю что нарисовать не удастся но удастся отрезать вот у меня 79 вот там у меня 90 как бы я больше доверяю ножницам запоминайте продублировали заутюжили по 4 сантиметра отсчитали радиус отрезали низ асимметрично или ровно это важно-важно что у вас юбка готова я всегда говорю что я с ножницами в руках родилась они вот это смелым резать меня лучше получается чем рисовать и так наша юбочка готова эта часть у нас застегнется на пуговки будет запах 4 сантиметра отмечаем 4 сантиметра по этой нижней стороне зачем я здесь отложила 4 сантиметра чтобы застегивать вот так вот чтобы 4 сантиметра у нас вошло на запах вот так у нас будет и здесь у нас будут пуговицы давайте посмотрим до куда у нас будут пуговицы у меня здесь 8 пуговиц я не знаю сколько мне понадобится одна будет на поясе 2 снизу и через какие-то вот так вот расстояние у нас опять будут пуговицы нет 8 это много раз два три 6 и 7 на поясе хватает а здесь у нас будет но так легкая шлица вот так вот у нас будет отметка на половине теперь смотрите я заготовила ну это не то что я заготовила пояс из этого я потом бы заготовлю середина у нас вот на середине лишь из приколю и от середины отметила сюда 46 сантиметров то есть половина моей талии и сюда 46 сантиметров то есть половина моей талии и помним что эта отметка должна 2 за 2 сантиметра не доходить до конца эти точки должны совпасть одна минута и у меня будет готова примерка но примерка будет жалко без пуговиц и 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 очень удобный вот этот метод на пуговицах очень удобный на самом деле это юбка из моей молодости и и и и и и юбка в застегнутом виде в застегнутом виде когда уже с учетом запаха когда она застегнута вверх должен будет соответствовать вашему объему талии и к и и и и и я не случайно на внутренней стороне отмерила 4 сантиметра чтобы я знала куда застегиваться сейчас вам покажу вот так вот наша юбочка здесь у нас будут пуговички вот мои 4 сантиметра отмечено вот так вот ровно сделала запах 4 сантиметра и сейчас буду замерять талию талии талия мне кажется ровно 46 сантиметров иду одеваться пару минут и юбка на мне нужно было заутюжить вот эти края которые у нас будут вот здесь на пуговицах шикарных белых и все это превратится вот в такую вот шличку но прелесть ситуации в том что смотрите вы можете делать асимметрию не асимметрию в любом случае если радиус вычислен правильно юбка сядет хорошо где-то не обязательно быть сбоку я уже смотрела может быть у нас вот так вот допустим на колени эти могут быть пуговицы так тоже интересно смотрите как легла полоска у кого-то будет не полоска тоже интересно также можно вперед одевать вперед на колено в бок но на спинку пуговица симметрично нельзя одевать а то у нас будет перед длинной мы забыли четверть солнца надо вспоминать все вот такой хорошо забытое старое посмотрите как она сидит сидит просто изумительно четверть солнца прекрасная юбка будьте разнообразными модные практики будут вам помогать в этом на этом я с вами прощаюсь ставьте лайки делитесь нашими видео в соцсетях и подписывайтесь наш канал всего хорошего с вами была я паук штрина михайловна и вся наша команда субтитры сделал DimaTorzok